Дело в том, что понятия о волне ученые не такое. Это больше сказать, что это больше такие журналисты, такие аббревиатуры. По идее, это идет эпидемический процесс, который имел пик и который уменьшается. Насколько будет сохраняться, никто не может прогнозировать. Потому что для того, чтобы тормозить процесс самоинфекционный, все мы знаем, надо быть иммунитет популяционный. Иммунитет популяционный есть у нас в России, как в других странах мира, но это недостаточно для того, чтобы полностью тормозить. Соответственно, меры предосторожности, они есть и должны быть. Я здесь не надо, чтобы нас руководили кто-нибудь в Нездраве или Департаменте здравоохранения. Каждый должен принимать как закон, как культуру здоровья, что если я должен быть защищен, я хочу не болеть, то должен носить маски, этот режим, который коллективный, то, что как и другие мероприятия, что касательно. Что касается профилактики, конечно, профилактика является ведущим. И на сегодняшний день, как в России, как в мире, нет ни одного препарата, который сказал четко, что он профилактирует именно коронавирусную инфекцию. У нас в России есть уйма, очень много препаратов, которые давно разработаны нашими учеными предыдущих поколений для борьбы с различными инфекционными заболеваниями. Но эти препараты называются не специфическая профилактика, потому что специфическая профилактика – это идет вакцина. Пока вакцины нет, конечно, они имеют место и должны быть применяться для того, чтобы защитить хотя бы те группы населения, которые тяжело болеют. Это люди старшего поколения, люди имеющие хронические заболевания, любых органов, систем и, конечно, врачебный персонал, потому что он первый встречается с такими пациентами. И вот из-за уйма препаратов, которые уже перечен определенный Минздрав, это идет препараты, которые стимулируют эфированный статус, препараты, которые восстановят иммунную систему, один из них называется полиоксидоний. Это не новый препарат, это старинный препарат, который давно, 20 лет тому назад, его начали применять в России. Публикаций по этому поводу очень много, даже зарубежных журналов появилось этот препарат, что он может влиять на иммунную систему. И в настоящее время я рад, что Россия участвует в международном клиническом исследовании, это многоцентровое, по именно апробации данного препарата при лечении больных с COVID-инфекцией. Почему именно возникла такая идея у производителей? Дело в том, что при COVID-19 очень сильно страдает иммунная система. И исход заболеваний все определяется иммунной системой. Если иммунная система крепкая, значит, человек может болеть на легах, и он выживет. Если она страдает, значит, здесь идет исход, никто не может прогнозировать. То есть здесь как раз уже доказано, что состояние врожденного иммунитета, то, что мама передала с поколения к поколению к наследству, она определяет исход этой инфекции. Если она крепкая, значит, мы можем бороться с этой инфекцией. Если она плохая, то нет. И тогда ученые показали, что для того, чтобы профилактировать, вот есть препараты интерферонного статуса. Это во всех международных рекомендациях. Здесь что было доказано в России, что помимо вот этих препаратов, а мы тоже богаты таким препаратом, который индуктор интерферона, есть еще иммунотропный препарат, который тоже через другие рецепторы приводит к стимуляции интерферонного статуса. Но в отличие от других препаратов, которые они рекомендуют столько только для профилактики, здесь этот препарат оказывает, что он может моделировать иммунный ответ. Но это не новое, это давно было доказано. Просто сейчас, когда начали уже реабилитировать препараты и исследования, кажется, что он может работать и в начале заболевания, и в середине, и в конце. Почему? Потому что он стимулирует клеточные механизмы, которые сильно нарушаются при течении такой вид инфекции. Он даже доказано, что он этот препарат так может моделировать и борьба с этой инфекцией, с воспалительным процессом, что даже когда на высоте, когда идет вот этот цитокиновый шторм, от который никто не знает, выживет человек или нет. Ну, конечно, применяются ингибиторы, другие препараты. А кажется, что здесь тоже можно тормозить этот процесс, чтобы из фазы вот этой возмущения иммунной системы, которая потом сам организм боевая сила, переходить на вторую фазу, когда формируются антитела. Вот это антитела, которые нужны для борьбы с вирусом. Потому что антивирус-терапия, она убивает вирус. Но будет человек выживать, когда будет вырабатываться иммунитет, антитела, которые пожирают этот вирус. И вот то, что назначается в клубе ингибиторы, плазму крови, что плазму крови, это готовый иммунитет, который пожирает вирус, который есть в другом человеке. А ингибитор что? Подавляет вот этот иммуноответ, который сильно возмущается. Оказывается, что этот препарат как раз, он может влиять на эти каскады всех иммунологических процессов для того, чтобы человек выживал, для того, чтобы не дал осложнений, быстрее находиться в стационаре. То есть он имеет двух направлений. Первый, как профилактики, а второй, помочь в лечении больных, то есть лечебных процессов. И третья еще важная фаза, что здесь надо еще продолжить исследование, показать процессы реабилитации. Реабилитация это есть беда, вторая беда после перенесения коронавируса. Потому что люди, которые выживают, это уже не секрет, любой скажет, что его головокружение, дискомфорт, слабость, память теряется, психологены другие, да, да, это есть, потому что это все, это вирус, коронавирус, он не обычный вирус. Это он обладает очень высокой контагиозностью, что взято от других, и очень высокой патогенностью. То есть он коммунировал в себе вот такие две свойства, которые вся планета находится в этом коронавирусе. Вот поэтому здесь главная цель ученого на сегодняшний день найти препарат, который можно профилактировать. Конечно, в будущем должны препараты, которые и лечат такие, но мы не должны жить с тем, что когда будет, тогда будем делать. Главная цель на сегодняшний день искать способы для того, чтобы тормозить развитие этой инфекции, пока будет вакцинация, и смягчать тяжесть течения этой инфекции. Вот это, на что мы должны работать. То есть профилактика является ведущей в любом терапии. Если мы будем грамотной профилактикой и грамотной лечения, конечно, будут все радоваться. И пациенты будут жить здоровой, и будет меньше осложнений, и меньше будет летание с исхода, и так далее. То есть то, что делает сейчас Россия, и именно участвует в международных клинических исследованиях, апробатствует препараты, это и может хвалиться, это и достижение нашей националии. И я только проведу таких исследований, не только этого препарата, и другие должны быть для того, чтобы показать, что уровень науки в России, уровень ученых не страдает. Мы находимся, можно сказать, выше. Просто у нас возможности немножко отличаются от других.